Здравствуйте дорогие друзья! Сегодня я расскажу вам о небольшом очаровательном роде миниатюрных растений. Этот род носит название параглоссум. Параглоссумов не очень много видов, их всего около 48, причем в период с 2010 года описано уже целых 10 новых видов. Это довольно-таки много. Само название параглоссум отражает очень интересную особенность строения цветка. Дело в том, что у цветка, у губы имеется способность к активным движениям. И любое механическое давление на губу, небольшое, оно провоцирует срабатывание к активидного механизма своеобразного, и губа захлопывается. То есть образуется полость внутри цветка, такая закрытая камера. Получается, что когда насекомое пылитель садится на губу, губа захлопывается и запирает его в ловушке. Самостоятельно губа откроется где-то через 20-30 минут. То есть насекомое довольно-таки долгий срок проведет внутри цветка. Естественно, оно будет принимать попытки выбраться, как-то выйти, найти выход. И за это время, скорее всего, оно успеет задеть по линии, и те, соответственно, приклеятся на тело насекомого. Как и все остальные представители субтрибы, плюротеледина, параглоссумы обитают исключительно в Южной Америке. И основные центры распространения этого рода – это Эквадор и Колумбия. Там сконцентрировано наибольшее количество видов. Также несколько видов есть в Перу, в Боливии и в Венесуэле. Параглоссумы немножечко о систематике расскажу. Систематика рода довольно-таки простая. Там есть два подрода – собственно, параглоссум и Эдуардия подрод. Подрод параглоссума наиболее многочисленный, там, большинство видов. А в подроде Эдуардии их всего лишь два. Это вид параглоссума Эдуардия и параглоссума Лорен. Раньше они были одним видом, потом их все-таки разделили. Подрод параглоссум, в свою очередь, делится на три секции. Первая секция – это секция торта, потом это секция ехидна и секция непосредственно параглоссума, наиболее многочисленная опять же. Секция ехидна, там немного видов, но они все отличаются от остальных пушистыми такими цветоносами снабженными трихомами. Вот, например, параглоссум мускозум – это типовой вид. Если посмотреть, то цветонос обильно снабжен трихомами волосками и такой вот он весь мохнатый. У них достаточно крупные цветы. Мускозум в этой секции мускозум очень вариабелен по окрасу. Есть и желтый варитет, самый типичный номинальный. Есть более розоватая окраска, есть оранжевая окраска, есть варианты различные с прожилками. Вариантов много. В принципе, размер растения для этой группы не самый маленький. Они довольно-таки крупные по сравнению с остальными видами. Но, тем не менее, он очень даже хорош. И основное отличие этой секции еще состоит в том, что у них есть сезонность в цветении. То есть в моих условиях этот вид в основном цветет осенью. В ваших условиях, может быть, он будет цвести весной. То есть основной триггер, основной стимул в зацветании является как раз температурный перепад. То есть сильное результативное отпускание ночных температур, где-то градусов до 15, стимулирует цветение у этих видов. Большинство других видов из секции торта и из секции проглоссум, они цветут практически в течение всего года. То есть круглый год, растения красивые очень, все в цветах. Что касается секции торта, то там около четырех видов. Сейчас, наверное, даже чуть больше, потому что несколько видов еще описано, новых. У меня в культуре, к сожалению, нет ни одного представителя этой секции. Их отличает то, что цветок у них оказывается в положении все время вверх ногами. Это происходит потому, что нет респинации цветоноса. И цветочек такой все время перевернутый. Цветочки мелкие достаточно, но, в общем-то, зато цветут они в течение всего года. Интересная тоже группа, весьма характерная для проглоссумов. Ну а если говорить о секции проглоссум, она наиболее многочисленна. Вот так они примерно выглядят. Эти растения вот так. Или вот тут еще у нас из секции проглоссум растения. Вот это что за вид, я точно не знаю, честно говоря. Потому что пришел он под названием проглоссум шраме. Это, естественно, никакое не шраме, это что-то другое. Может быть, он еще не описан точно. Не знаю, потому что давно уже детально так не влезало в новшество систематики этой группы. Но, тем не менее, посмотрите на замечательный размер растения. Да, оно очень компактное. У них компактная резома у всей этой группы. Размерчик совсем небольшой. На блоке очень красиво. И все в цветах постоянно цветет. Вообще, по-моему, это идеальный вариант для небольшой комнатной оранжереи. Очень такие они классные и красивые. А вот этот вид проглоссума метистинума. Он очень похож на другой вид проглоссум тегла. Но их отличает то, что у метистинума на дарсальной сипалии, если смотреть на цветочек, да, верхний лепесток, дарсальная сипалия, у них хвостик закручен в такую спиральку, как поросячий хвостик, его практически не видно. А у тегу там длинный хвостик, его видно очень хорошо. Значит, такое отличие. А так, по окрасу цветов они очень похожи и, в принципе, погабятся по внешнему виду. Вот такое замечательное растение. Он постоянно в состоянии цветения. И, кстати, этот вид еще и ароматный. Он начинает очень вкусно пахнуть, либо после полива, или когда на него солнышко попадает. Вот еще один вид из секции проглоссум. Это проглоссум дрейзи. Такой тоже весьма компактный. К сожалению, сейчас без цветов. Недавно отцвел. Но можно зато оценить размеры. Очень хорошенькое растение. Причем конкретно у этого растения достаточно тяжелая судьба. После заказа он должен был приехать в Москву, из Эквадора. Но поставку потеряли. Она ехала через Германию. И так получилось, что наша коробка со всеми растениями в Германии потерялась. На одной из ферм. И все эти растения лежали в коробке около месяца. Естественно, никто их не распаковывал, никто их не доставал. Они так в коробочке и лежали. Мы, собственно говоря, этот заказ уже похоронили, честно говоря. Заказали уже следующее растение. Но вдруг чудо случилось. И через месяц коробку нашли и отправили нам. Вот. Он приехал. Он был, конечно, в ужасном виде, потому что потерял большинство ростов. Естественно, пролежав целый месяц без света, без воды, без всего. Ну, хорошо, хоть в прохладе. Наверное, это его спасло. Но вот. Приехал он где-то год сидел в коматозе. Не проявлял особых признаков жизни. Что-то пытался вырастить, что-то отбрасывал из ростов и старых. Но, тем не менее, потом ожил и решил, что будет жить долго и счастливо. И зацвел. Теперь рассмотрим растение секции Эдуардия. Здесь у нас проглосу Эдуардия. Как вы видите, у них очень длинная резома. Вот здесь две веточки. Вамху. Вамхе. Вот одна веточка, там вторая. Резома действительно длинная. Шаг между резомой достаточно большой. И цветут они ярко-красными цветами. Ну и, как мы уже можем догадаться по красу цветов, растут они достаточно высоко. Около 3000 метров над уровнем моря. Основное распространение, ну, может быть, чуть выше, чуть ниже, но в районе 3000 они растут. И достаточно тугие в культуре. Надо сказать, что один, что второй вид тяжело зацветают, потому что для цветения им нужно яркое освещение. Естественно, потому что 3000 метров над уровнем моря, это уже открытые площадки. И уже достаточно много солнца, достаточно сильная инсоляция. И поскольку им нужно яркое солнце и низкие температуры, с зацветанием иногда в культуре случаются проблемы. Потому что такое сочетание достаточно сложно сделать. Хорошо они себя чувствуют, когда ночные температуры опускаются до 10 или 8 градусов. Вот растение, которое я вам только что показывала, оно сидело у меня где-то около года совершенно без движений. И только сейчас оно начало как-то расти, что-то, какие-то признаки жизни показывать. То есть до этого оно стояло и ничего не производило из себя. Ну и естественно, процветение пока, как говорить, совсем рано. Сейчас я вам покажу, как они располагаются у оранжерея. По отношению к лампам, чтобы вы представляли, насколько много света получают эти растения. Вот смотрите, все пароглоссы у меня висят прям рядышком с лампами. Вот это люминесцентные лампы 20-ки. 20-ваттные они спектральные, они обычные, это 8-ые. Ну, спектр им не настолько важен, просто здесь света не очень много от этих ламп, да. И я решила, что качество немножко перекроет количество. Здесь у нас Сильвания Аквастар, здесь у нас Сильвания Аквастар и Коралл Стар. Аквастар я добавляю, чтобы была синяя-фиолетовая часть спектра представлена хорошо. И вот они все проглоссумы, они висят прям рядышком с лампами, очень близко. Что касается посадки. В качестве блочника это идеальное растение, идеальное. Он миниатюрный, он не требует много воды. Посмотрите на листья. Листья очень жесткие у них. Вот я сгибаю его, а он не сгибается даже. Действительно жесткие листья, которые покрыты большим слоем воска, большим слоем кутикулы, и обезвоживание им не страшно. Поэтому воды такому растению нужно немножечко. Если вы часто поливаете растения, если у вас есть проблемы с переливом, сажайте их на голый блок, без всего, без подложки. Тем более, если они располагаются в какой-то мини-оранжерейке, где и так проблемы часто с переувлажнением, с избыточным количеством влаги в воздухе. И при таком размещении в оранжерейке обязательно располагайте эти растения вблизи вентиляторов, вблизи кулеров, вблизи источников движения воздуха. Потому что движение воздуха, особенно влажного, им обязательно. Это будет препятствовать как перегреву растения, увеличивая трансфирацию, так или иначе, то есть испарение с поверхности листа влаги. И это будет круто. Не забывайте об этом, не забывайте о вентиляции, не сбрасывайте ее существов. Обязательно. Вот такие цветочки. Итак, это был небольшой обзор рода про Глоссум. Надеюсь, вам понравилось это видео, надеюсь, оно окажется для вас полезным. Если да, то ставьте лайки, смотрите. Главное, задавайте вопросы, вдруг у вас возникли какие-то вопросы в процессе просмотра видео. Ну и, конечно же, что еще хотелось сказать, это книга. В этой книге вы сможете найти также обзор этого рода, причем достаточно подробные данные, даны по его культуре, по тому, как его содержать. Так что, друзья, до скорых встреч. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok